всем привет приветствую вас на своем youtube канале эта программа путешествие по египту с блестящими людьми именно наши земляки являются блестящими в моих глазах ведь сменить страну выучить как минимум один иностранный язык найти свое место в обществе и принять все новое вокруг это огромный труд я искренне восхищаюсь смелостью и мудростью каждого из них поэтому в каждой новой серии вы увидите нового героя программы с его неповторимой судьбой и уникальными историями сейчас мы находимся возле пирамид в городе каире столице арабской республики египет на севере африки но сегодня речь пойдет не о столице уже сейчас мы отправимся на северо-восток египта в город форт саид чтобы познакомиться с героиней нашей сегодняшней программы именно она станет нашим блестящим проводником познание этого морского курорта местной культуры и обычай герои этой программы прекрасная девушка которая всегда добивается чего хочет она очень целеустремленная таня я уже знаю давно мы дружим около 8 лет мы познакомились в пекине мы учились в одном институте после института наши пути разошлись но никто не мог подумать что уже через несколько лет мы будем жить в одной прекрасной стране это не китай и даже не россия давайте вас познакомим но для начала нам предстоит небольшое путешествие до порта саида расстояние от каира до порта саида 184 километра если ехать на автомобиле то это должно занять чуть более двух часов дороги в египте хорошие особенно на трассах связывающих каир с провинциями египтяне строят дороги по европейским стандартам разметкой и дорожными знаками дороги в египте как правило имеют одностороннее движение за исключением горных и других сложных участков египте несколько платных автострад где разрешено движение до 120 километров в час каждая платная дорога египта дублируются параллельные трассы с худшим покрытием и с меньшей разрешенной скоростью цена проезда на легковом автомобиле на платных дорогах варьируется от 5 до 10 пунктов да кстати сохраняйте чек до конца поездки по платной дороге так как при выезде чек могут потребовать для проверки по дороге я увидела пальмовые плантации я решила остановиться и посмотреть это все поближе финики это настоящий дар пустыни рядом с плантацией местный житель натянул тент и торгует местной продукцией на местной ярмарке мы можем увидеть с вами соленья например лука или оливок разных сортов а также сезонные фрукты сейчас сезон манго и фиников мы приехали на местную ярмарку здесь мы видим финики посмотрите какие они красивые щукра щукра меня угостили такой красивой гроздью фиников я попробую ее позже а сейчас мы отправляемся в путь оказывается бывает и так совсем неожиданно для меня я проколола колесо на трассе я ехала со скоростью 120 километров в час и вдруг услышала стук с правой стороны я включила аварийку и ушла вправо выйдя из машины я обнаружила вот такую вот проблему я решила попросить помощи уехавших по трассе автомобилиста это удивительно но первый водитель сразу же остановился он сам поставил знак и начал минать колесо ни имени ни фамилии этого человека я не знаю безусловно египтяне очень отзывчивый народ и они завоевали мою любовь всю жизнь а мы с вами подъезжаем порт саиды город был создан в 1859 году при строительстве зоэцкого канала он объединил себе египетскую и европейскую культуры есть мечети и церкви памятники культуры статуи статуи стеллы тысячи голубей возле администрации города средиземное море ухоженные компаунды множество вечно зеленых парков а также местные жители которые неторопливо и размеренно наслаждаются жизнью они любят свой город и горячо приветствуют вас здесь а теперь давайте познакомимся с героиней нашей сегодняшней программы танюш спасибо что приняла меня в порт саиде прекрасный город я влюбилась в него с первого взгляда благодаря тебе очень рада тебя видеть в первую очередь очень рада что ты нашла время для своего визита в порт саид рассказывай как ты сюда попала я сама из россии из города владивосток до этого несколько лет я жила в китае и по случайности судьбы я попала сюда в порт саид мой муж египтянин познакомилась в китае на работе как ты планировал свой переезд как быстро ты приняла решение что тебе нужно переехать из китая в порт саид наверное это будет шоком но решение переехать я приняла за два дня и уже на второй день я начала собирать вещи на самом деле я позвонила родителям сообщила им что я решаю переехать в другую страну они были в шоке немного или ты все обдумала все тщательно ты уверена что хочешь переехать я сказала да ну и на что мне мой папа ответил кто не рискует от тебя шампанское в общем так я оказалась здесь а шампанское ты пьешь? алкоголь не употребляю какие традиции тебе больше всего нравятся здесь в Египте? в первую очередь мне нравится то что они чтят семейные ценности Танюш какие привычки и традиции египтян для тебя не приемлены? знаешь прожив здесь почти 4 года да какой самый большой праздник у египтян? это конечно же религиозный праздник под названием Рамадан священный месяц Рамадан в этот месяц люди украшают дома квартиры ходят друг к другу в гости собираются семьями а как они украшают свои дома? гирлянды всевозможные светильники фанус это их традиционный светильник а также продают разные куколки статуэтки к Рамадану достаточно интересно на скольких языках ты говоришь? на данный момент я говорю это на русском китайском, английском и в процессе изучения арабского языка вау, ты говоришь на арабском? на потомом уровне научи меня чему-нибудь пожалуйста я люблю Порсаид я люблю Порсаид скажи пожалуйста у вас в Порсаиде какие самые неотъемлемые и важные места? в первую очередь это советский канал это основной источник доходов страны туэстский канал здесь именно в проходящей Порсаиде разделяет Порсаид на две части на афроазиатскую получается азиатской частью является порт Фоор супер я очень хочу посетить а какое второе место? мы с собой обязательно посетим и второе место это соляные горы они находятся в азиатской части Порсаида и наверное давай еще отметим парки парки это место отдыха местного населения и приезжих саня я фрилансер в фэшн-министре что ты больше всего любишь в Порсаиде? мое любимое место это море мне нравится находиться рядом с морем потому что это свежий воздух ты всегда наполняешься позитивной энергией к чему ты не можешь привыкнуть в Египте? ну высокую влажность климата можно отнести к минусам так как и здесь очень холодные зимы главным таким недостатком в это время это является отсутствие отопления в домах и зимой может спасти только кондиционер обогреватели, теплая одежда и к этому я конечно не могу привыкнуть так как у нас в России все-таки есть отопление ты приходишь с улицы и дома отогревайся а здесь наоборот ты приходишь с улицы и дома замерзаешь поэтому для туристов которые хотят приехать в Порт Саиде в зимнее время года советую все-таки оставить эту идею и затею и приезжать осенью вот как сейчас сентябрь, октябрь это ужасное время также весной мая, апрель тоже замечательное время для посещения Порт Саиде прежде всего давайте пересекем Суэцкий канал на абсолютно бесплатном пароме паром входит из Порт Саида в Порт Фаут Порт Фаут это небольшой городок на другой стороне канала Суэцкий канал Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря зона канала считается условной границей между двумя материками Африкой и Евразией это кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана после строительства канала судам больше не нужно огибать Африку и морской путь сократился на 8 тысяч километров Суэцкий канал был открыт для судоходства 17 ноября 1869 года вот мы и причалили к берегу Порт Фуада все пассажиры и транспорт выходят с парома а сейчас мы следуем на Соляные горы Белоснежные горы из чистой соли зрелище поражающее любого путешественника Соляные горы находятся вблизи города Порт Фуад издали кажется что это огромная белоснежная гора и лишь приблизившись взору представляется истинная картина творения природы на этом карьере идет активная добыча соли на месте высохших озер и морей остались залежи твердого натрий хлора если он находится не глубоко то ведется разработка открытым карьерным способом белые породы ломают экскаваторами собирают и обрабатывают на производстве метод считается самым простым не требующим солидных затрат поэтому его широко применяют во всем мире результат такой добычи галит то есть минерал который не годится для пищи и требует дальнейшей обработки в Порт Саиде 23 парка парк Фериал один из самых популярных его площадь составляет 21 тысяча квадратных метров за парками города тщательно ухаживают ведь в пустыне вырастить оазис это невероятный труд просто так ничего не растет парки пользуются популярностью не только у местных жителей но и у туристов все хотят подышать свежим воздухом и насладиться зеленью в парке все благоухает очень чисто и пахнет цветами парки в пустыне это настоящий рай на земле в парке Таня приготовила для меня сюрприз это же мороженое да это местный местный Порт Саидовский деликатет называется кисета то есть мы видим здесь несколько цветов лимонный вкус дальше обычный бомбир дальше манго шоколад ну что попробуем давай попробуем я начну с бомбира бомбира эй сука ты кисету мы можем купить только здесь в Порт Саиде? да в Каире мы уже не найдем не уверена как здесь видим? здесь в ночи Таня спасибо тебе большое что показала мне этот прекрасный морской город Порт Саид я влюбилась в него а это тебе желаю тебе достичь новых весов спасибо большое тебе спасибо я очень рада что ты приехала приезжая еще ведь у нас осталось очень много интересных мест для посещения а наша программа в Порт Саиде подошла к концу пишите комментарии ставьте лайки и нажимайте колокольчик чтобы не пропустить следующий выпуск программы если ты живешь в Египте и тебе есть что показать в твоем городе пиши и я приеду к тебе вместе мы будем путешествовать по твоему городу до новых встреч кстати подождите и подождите